Виктор Манкаш. Главный популяризатор российских часов. Юрий знаток в области устройства механики. Гаррис Лаувач. Большой часовой энтузиаст. Каждый делает свой контент, но временами они собираются. Друзья, всем привет! Это новый выпуск шоу «Временами» и его постоянные ведущие. Гаррис с канала GM Team, Юрий с канала Камни Советов. Меня зовут Виктор, я веду канал про часы. Сегодня мы с вами обсудим и новинки, конечно же. Да, Гаррис подготовил для нас новостной блог, довольно интересный. Хотя ничего нового практически уже никто не делает. Тем не менее, на это мы посмотрим. Сегодня у нас в выпуске будет довольно интересный гость. Человек, который бросил IT и перешел в часовое дело. Как это все произошло и какие вещи можно творить, не имея, скажем так, базового часового образования. И посмотрим на удивительные часы, которые, ну, не знаю, ребят, да, наверное, не каждый день в руки попадают. В бутиках в России, по крайней мере. Да, в мире вот таких вещей. Это всегда эксклюзив. Не поддержите. Да, реальный эксклюзив сегодня у нас с вами будет. Юра, наверное, что-нибудь техническое нам, как обычно, расскажет. Посмотрим, что на руках. Ну и начнем, наверное, с новостей. Что произошло? Произошло страшное, ребята. Отныне слово турбион не только про часы. Дай картинки. Бугатти представили новый гиперкар с таким названием. Лимит выпуска 250 экземпляров. Стойно, стойно, стойно. Это не будет слышно. Это Бугатти. Стоимость стартует от 3 миллионов 900 тысяч долларов. Все для людей. Главная особенность для часовых гиков – это часы с панели приборов автомобиля, которые были спроектированы швейцарцами из ателье концепта, которые нам делают ремонт в музее времени и часов. Где мы находимся. Да, данная история получила свое продолжение. Джейкоб и Ко представили наручные часы Бугатти Турбион. Центральным элементом выступил автоматон, который повторяет работу двигателя. Двигатель автоматона изготовлен из блока сапфирового стекла, которым высверлили 16 цилиндров, а в них, как ты думаешь, что вставили? 16 поршней. Одинаковое количество. Да, да, да. Вот это поворот. При запуске все 16 цилиндров приходят в движение, и данный перформанс длится 20 секунд. Недолго. Ну, что ж. Ну, молодцы. Сколько смогли. Переходим к бланпа, который представили, решили всех удивить, представили полностью керамическую версию лунника из коллекции батискап. Ну, молодцы. Тоже молодцы. Текущий РФЦ 23 900 швейцарских франков, вот защита 300 метров, на которую вы можете, в общем, за эти деньги теперь с ними нырнуть. Узнать фазу Луны на раздвине 300 метров. В керамике. В керамике, не просто так. Уэлли Снардин пополнил линейку дайвер мега яркой интерпретации, которая была сделана для сети розничной вемпе. 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 75 экземпляров. Всего лишь. Да. Стоимость 13 300 долларов. Алло. Алло. Вемпе уже звонили. Вемпе уже звонили. Главная особенность то, что здесь ремешок, корпус и комплектующие изготовлены из перерабатываемых материалов. Пластмассочки всякие, бутылочки. Ну, в общем, все, что обитает на дне океана, теперь за 13 300 доступно вам. Молодцы. Доступно не вам, а покупателям ВМП. В Мозер и Си анонсировали новый минутный репетир из линейки Streamliner. Вот это красиво. Модель, которая получила название из 10 слов, отличается эмалевым градиентным циферблатом синего оттенка Aqua Blue Fume, компоновкой которого дополнена молоточками и гонгами минутного репетира. Данная модель поступит в продажу 3 июля. С нетерпением ждем. Я думаю, что уже вот наступило, когда это видео вы смотритесь. Какие 10 слов? В будущем. 10 слов. Это. Мы придумали особые слова. Вы что? Это не слово, это... Ну, репетир, турбион, блю, энамель, ну и так далее. Это знаешь, как черри, тига, бро, макс, xd-дизайн. Ну, да, не xd, мне сказал бренд Zenith, который представил DeFi Skyland Edition Paris. А вот да. Да, да. Значит, модель выпущена для внутреннего рынка Франции. И отличается градиентным циферблатом мятного оттенка с объемной текстурой. Почему Франция? Ну, потому что крыши. Крыши Парижа очень похожи, как заявляет представитель Стратегии. На вот эти вот звездочки? Да. Есть парижские гвозди, а есть парижские крыши. Не в каждом городе ты найдешь такие крыши. Вот 9800 и крыша будет с тобой. И крыша Парижа. Вообще красиво. Как бы и цвет популярный, модный, а за рублю. Вопросов нет. Прикольные часы в такой же тематике. Это Citizen Super Titanium, у которых тоже боковая стрелка не на привычном месте. И выглядят они очень круто. Это для тех, у кого нет 9000, а у кого есть 50 тысяч рублей. Надеюсь, вы с нами. Lanjin представил модель пилот Magitec, вдохновленная дизайном 1935 года. По заявлению Lanjin, такие часы они производили для ВВС Чехии. И, собственно, внутри установлен сертифицированный Коск механизм с трехдневным запасом входа. А они только для рынка Чехии? Нет. В 1935 году они были для рынка Чехии, а теперь для всех доступных. Наконец, вот и случилось. Да, лимит. Отсылка историческая. Похожа на Rolex Oyster, вот эта крышка, которая, как консервная банка, закрывается сверху. В общем, данная консервная банка выпущена лимитом 1935 экземпляров. Как год. Да, да. Так что, друзья, я думаю, всем поклонникам винтажной пилотской тематики это, скорее всего, будет очень интересно. Не переключайтесь. А LVMH радует следующей новостью. До сообщения Bloomberg владелец Бернар Арно прикупил себе необъявленное количество акций холдинга Richman. Необъявленное это звучит, конечно, очень одну. Ну, в общем, выпускаем лимит. Может, выиграл где-то, знаешь, как-то вот в инвестициях акций от подарков. Данный холдинг владеет такими брендами, как Cartier, Panerai, Vacheron Constantin, Richermille. Ну, в общем, подожди, Richermille. Оставляю, оставляю. Высеркните, нет, нет, не Richermille. Рожите бою. Рожите, да ладно. И нас, и нас купили. Купили всех. Ну, в общем, будет интересно посмотреть на развитие данной ситуации, потому что я думаю, что Бернар просто такой сидел-сидел, грустил и думает, вот бы мне Cartier Tank. Ну, не покупать же мне Cartier Tank. Да, может, подошла кто-то там жена и такая, я хочу себе Cartier, а он неправильно. Вот, 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 скорее всего, где порылась собака. Что, друзья, расскажите, что было на российском рынке? Что было на российском рынке? Ну, Восток, Восток, как обычно, несколько новиночек. Тихонечко, бум-бум-бум, лососевый циферблат у туриста. Как это так? Лососевый турист? Это не серебристый. Слушайте, ну, мы вынуждены, ну, то есть ты хочешь сказать, новые туристы, что ли? Новый турист, копченый розовый циферблат, а-а-а. А что же мы тут сидим? Друзья, мы вынуждены прервать трансляцию, потому что мне надо срочно покинуть студию. Ты бежишь в Татарстан? Да я только с синим, вот. У них, кстати, они ушли на каникулы. С 1 по 31 июля завод не работает. Просто месяц все отдыхают. Ну, там, во-первых, тепло, жарко, рыбалка, комары, что... Ну, профилактика. Профилактика, да. И, соответственно, если там что, поставочки немножко задерживаются. Но с августа вперед, Новые Востоки, еще новинки. Зодиаки у них вышли. Ну, собственно, покажу, расскажу. Ждем обзор. Ждем обзор, да, Виктор. Компания «Молния» представил он тоже новую модель. Как она называется? Такое название такое? Grand. Grand, да. Вот, очень красивые. Надеюсь, нам повезет, и мы их увидим вживую. Ну, там что-то циферблат по сути отличается, а корпус там плюс-минус-то то же самое. Ну, я думаю, что тут надо смотреть вживую. Будет интересно. Меня немножко смутила их реклама, знаешь, там, позволь себе там что-то роскошь. Grand Deluxe. Ну, как же. Ну, ладно, надо посмотреть вживую, да, сравнить с «Молниями». Мы как раз недавно про «Молнии» общались в прошлом выпуске, ссылочка будет в описании. Обязательно посмотрите. Из локальных новостей надо сказать, что в Музее времени часов, где мы, собственно, сейчас и находимся, на неделе недавно прошла презентация нового проекта Кернила Чернецкого «Часы геометрии». Это интересно. Мы все были, все-все посмотрели и, честно говоря, очень вдохновились. Вы что, вот эмоции, циферблат вообще другой, как бы. Да, он живой. Живой, что циферблат. Ну, в общем, кстати, вот хороший пример, когда на обзоре ты думаешь, что часы одни, а когда держишь в руках часы, совсем по-другому, их надо подержать в руках, конечно. Практически любые часы лучше подержать в руках. Я думал, они крупнее, они такие изящные, такие… Элегантные. И невесомые из-за титана, и вот как они падают, это тоже очень… Субъективно очень понравилось. Очень понравилось. Начал, знаете, как инстинктивно искать 116 тысяч в кармане… Пока надо всего лишь половину. Брюк, но не нашел, поэтому я пока пропускаю данную новинку. Тем не менее, новинка интересная. Выпуск, если что, была и презентация, и обзор, так что посмотреть можно. У Кирилла Чернецкого, уверен, большое будущее в часовом деле, потому что идеи просто прям нестандартные, необычные. Ну, в общем, следите, следите, мы расскажем. О главных новостях к текущему часу все. Новости погоды, да. В Москве жара. Невероятные, но нас это не остановило, и мы выползли на улицы Москвы пообщаться с прохожими на разные часовые темы. Хотели найти интересную молодежь, которая понимает в часах, и понять, понимает ли она в часах вообще. Бытует мнение, что сегодня молодежь уже не умеет определять время по классическим стрелочным часам. И временами мы выходим на улицы, чтобы узнать правду. Как определить время по стрелкам, какие часы, на взгляд, людей дороже или дешевле. Парни, сегодня мы это все проверим и узнаем у людей на улицах. Выясняем. Нам нужны люди, которые не носят часы. Мы-то носим. Короткий тест. Сколько здесь? 15 минут 11. 10 минут 11. Какие-то очень странные неправильные часы. Они на 24 часа. Подсказка. Ну, значит, сколько? Юля носит? Это часовая стрелка. Да, я понимаю. Ну, 8 часов, 4 минуты. 8 часов, 4 минуты. 8-10. 10. А, 10. 20 часов, 10 минут. Правильно. Усложняем вопрос. Откуда я тут уже? Ой, луч. Вы знаете луч. Не все любители часов даже быстро определяют? Тут одна стрелка, она часовая. А, половина второго. Великолепно. А, вы интересны. Девчонки, вы молодцы. Мы вам дарим скидочки в полтайм. Если захотите купить себе часы, 10%. Ой, спасибо большое. Носите часы, радуйтесь. Вы молодцы. Хорошего дня. Пока-пока. По стрелкам умеешь определять время? Легко и быстро? А у него часы, кстати, нормально. Со стрелками? Да, да. Ну, классно. Это будет легко. Который час? Так, 5 минут 11. 5? Ой, 10 минут 11. Окей. Сложнее. Так, ну, здесь 10 минут 11 опять или нет? Не пойму, кстати, вот эти. Это модель с 24-часовым циферблатом. Получается 20-10? 20-10. Правильно. О, по таким не умею. А, ну, я... Это часовая стрелка. Часовая вот эта или какая? Нет, вот эта. А это часовая. 16... Ну, сколько? 0.3, 0.5, не знаю. Без понятия. 16-10. 16-10. Ну, в любом случае, неплохо. И финальный вопрос. Тоже однострелочник очень простой максимально. Только часовая стрелка. Так, получается... Час 30. Час 30. Правильно. Слушай, вот нас раньше в школе учили время определять по стрелкам. А вот... В школе? Это в детском саду? Не-не, вот я помню, прямо в школе был предмет. О, как? По какому... У меня по стрелкам. Да. Да. У меня была корректировочная. Ну-ка, все быстро. Баумерсия к доске. Кто умеет по стрелкам определять время? Блядь, не конфет. Ну, давайте попробуем. Умеет ли молодежь определять время по стрелкам? Несколько картинок. Это самая простая. 10-10. Отлично. Вот. Поэтому я стараюсь... Вопрос посложнее. Так. Можете втроем отвечать. Нет, я не сфотографировала. Здесь циферблат на 24 часа. Часовая стрелка идет на 24 часа. И там даже есть подсказка. Это получается 8. 8, ну 20. А минут? 8-30. Нет, может. Нет, это 30-10, да. 8-10, правильно. Отлично. И самый сложный вопрос. Циферблат только с одной стрелкой. Только часовая стрелка. Часовая стрелка. Часовая стрелка. Почти второго. Правильно. Половина второго. Супер. Ну вы молодцы. Вы почти сориентировались. Мы вам подарим вот такие купоны на скидку болтай. Держите. Спасибо. Сейчас же, слушай, вчера же был выпускной. Молодежь сейчас мертва. Не, точно. Блин. А эти что? Еще даже не дошли на выпускной. А это, ну, это же младшие классы. О, слушай, вот ты нам и нужен. Да. А как думаешь, какие часы самые дорогие? Вот из трех. Так, правильно. Блин, прямое попадание. Следующее. По дороге весне. Ну, соответственно, это миллион восемьсот, это сто тысяч, это триста тысяч. Ну, в любом случае, просто что это определение. Да, это Константин Чайкин, сделан в России. Какие часы самые дорогие? Ну, я думаю, левые. Правильно. Правильно. Миллион восемьсот. Какие вторые по... Какие вторые по... Вниз. Наверное, Омега. Так, Омега или Сига Дизайн. Ну, сказали уже Омега. Омега, Омега, да. В общем, это сто тысяч, это тридцать тысяч. Потому что это сводч. Омега сводч, ну, пластиковая. Самые дорогие? Если это вопросы подвохом, то вот эти будут самые дорогие. Какие-нибудь, типа, приколдесные. Допустим. А из этих двух? Сколько, как вы думаете? Ой, ну, стоит это... Подожди. Примерно. Ну, сколько стоит, не знаю, но мне кажется, наверное, дорогие... С миром? Может, ну, да. Ну, тут достаточно интересные как-то... Ну, я не разбираюсь. Слушай, ну, вы прям вообще хорошо... Очень близки, да. Вы правильно сказали. Эти самые дорогие, эти потом, и это третье. Как вы думаете, какие часы здесь самые дорогие? Так, я думаю, вот эти. Так, а потом? Омега или вот это вот, колобок? Константин Чайкин. Не знаю, мне кажется, омега, потом вот эти. Это 100% вопрос подвохом, я выберу, вот эти самые дорогие. Самые дорогие. Отлично! Вот вы и попались. Отлично! Я же сказал, Виктор, что это... Здравствуйте, Игорь. Я вам сейчас... Какие часы самые дорогие? Чайкин. Отлично! Вся молодежь сейчас в праздничном настроении. До сих пор отдыхает. Она еще не добралась до центра. В общем, друзья, вы можете поучаствовать, собственно, тоже в этом вопросе, прислав нам интересные вопросы для москвичей, гостей столицы, которые мы обязательно зададим людям на улице. Идем в студию. Благодарим вас за внимание. Возвращаемся. Да. Временами мы читаем ваши комментарии, и в последнее время прям было несколько интересных комментариев о бэушных часах. Стоит ли их покупать, на что обращать внимание, и как вообще, если вот в покупке БУ часов какая-то энергетика, еще что-то. Парни, новые или БУ? На что смотреть, что выбирать? В чем вопрос, Гаррис? Слушай, я очень долгое время поначалу воспринимал только новые часы. Ты пленочку снимаешь, ай, все, хорошо. Ну, там даже, да, то есть вот было вот это таинство, да, так сказать. А БУ я считал такими, знаешь, разведенками. Ну, что, как бы там не сложилось, да, попробую я немножечко. Когда ты приходишь там в часовую вот эту вот тематику, ты слушаешь разных людей. То есть там людей знакомых, увлекающихся, коллекционеров, блогеров, продавцов, которые тоже дают дельные советы. Вот, и, ну, все такие говорят, вот там энергетика, вот там фиг знает какая история у этих часов. И я поэтому, да. А мы зарабатываем, купи у нас. Да, пока мы работаем, приходи к нам. Вот. И ты знаешь, я долгое время брал исключительно новые часы в пленках там. Ну, как мне кажется, что они были новые, потому что кто его знает. Как оказалось, что даже новые часы могут быть не совсем, не совсем новыми. Могутся, пробуются. Какие-то там другие там площадки и так далее. Потому что в целом каждый должен покупать то, что ему комфортно, то, что ему нравится, и то, как ему это удобно. Вот. Ну, так. А я особо-то не выбирал, родившись третьим ребенком в семье. Я понял, что БУ это очень хорошо. Хотя бы такое же. Да, там все разношено, кроссовки не натирает ногу. Все классно, поэтому к БУ отношусь. И ты к ним уже привык, да, уже видел. Я видел их, там обзор тебе уже показали, вживую причем. Поэтому я к БУ отношусь отлично. И более того, если ты увлекаешься винтажом, то это у тебя единственный выбор, это всегда БУ-часы. И здесь, в чем прикол БУ-шных часов, это то, что у тебя вот момент поиска, он наиболее приятный, когда ты что-то там ищешь. Ну, есть такая фраза даже. The chase is better than the catch. То есть погоня, она интереснее, чем в самом получении. И с другой стороны, тоже есть цитата. Интерес к часам пропадает ровно в тот момент, когда они оказываются у тебя на запястье. Вот, поэтому... Ну, хотя бы месяцок еще там порадоваться. Ну, да, там есть немножко. Вот это вот ожидание, поиск. Не зря, не зря. Ты такой и думаешь, а вот я хочу вот это. И у тебя вот этот временной лак, он образуется естественным образом. Когда ты захотел, и вот это время, пока ты ожидаешь, ты живешь вот в этом предвкушении. Все просто, смотри, записываешься на следующую модель Джокера от Константина Чайкина и ждешь полтора-два года. Кстати, хороший вариант, да, когда надо покупать на первичке, когда часы на вторичке, скорее всего, поднимутся в цене. Вот тогда надо покупать... И ты их еще не найдешь, как бы, особенно. Да, тогда надо покупать... А интересно, у нас будут сегодня такие часы в нашем выпуске? Что-то мне подсказывает, что будет. Вот, в других случаях, там, 98% у тебя часы теряют сразу в цене. И это хороший вариант, если ты хочешь посмотреть что-то интересное, покупаешь бэушное. Что скажете за энергетику? Верьте в это? Вот, есть, знаешь, оно же вроде как ты, может, и не веришь. А оно где-то там говорят. И думаешь, блин, а может быть, а может быть и нет. То есть надел руку, а там, привет, Эдин. Пожалим сегодня. Я вот лично, как бы, стараюсь покупать новые часы. У меня в коллекции из не новых это только винтаж. Но я, как правильно сказать, из того, что у меня есть, там нет ничего такого, что я сильно бы дешевле купил бэушными. Вот. Хотя я продаю часы свои, как бы, и люди покупают. И я радуюсь, что люди покупают бэушные часы, да. Они так говорят, да нахрена я новые куплю. А ты что, их купил, поносил там две недели и продал. Ну, условно говоря, месяц. Ну, в целом, да, да, да. Вот если бы, знаешь, я там купил часы, которые кто-то носил прям очень долго, я их тоже носил бы каждый день, ну, не знаю, наверное, я бы все-таки... Особенно, если, извините, что перебил, особенно, если гравировка сзади есть какая-нибудь там. Иван Федорович на 80-летие. Да, от коллег на 75 лет. В советских часах такое очень много. Нет, такое, наверное, нет. И ты вот это вот, да, такое думаешь... Опять-таки, если это конкретный человек, которого я почему-то ценю, знаю, люблю, уважаю, то есть мы не берем сейчас, да, там, часы достались в наследство от родственников. Ну, конечно. Это отдельная история, это как бы для сохранения, там, семейной реликвии, это классно, это здорово. А вот если это не ваш близкий человек, то тогда, наверное, вы должны восхищаться им. Допустим, какой-то инженер, там, писатель, ученый. Ты тоже просто хороший дедушка. Просто хороший дедушка, таких много. Нет, ну, смотри, вот, допустим... Ты говоришь, чтобы часы носить, да? Не для коллекции, а чтобы носить. Чтобы носить. Там, часы Циолковского вот ты нашел. Ты бы их взял? Вот ты знал, что он их носил? Ну, они дорогие будут. Тут про финансово... А если случайно вот как-то попалось... Конечно. Я бы, более того, я бы их носил бы, если бы знал, что это часы Циолковского или Королева. И рассказывал. Это про финансово крутой. Слушайте, ну, я про что? Про вот, если мы берем вот эту энергетику, да, то есть, с одной стороны, продавцы там и блогеры, и все остальные, они заставляют это в некоем негативном свете. Ну, из серии, что вот это там... И, она может же быть и в хорошем свете. Но, если мы возьмем... Часы Аукционы, представляешь, а ты фанат. Да, если мы возьмем аукционы, например, вот, недавно была история Часы Монако, да, Стива Маклына. То есть, как это было в свое время? То есть, выпустили что-то там порядка 12 часов, Хойер на тот момент, специально для съемок в этом фильме. Четыре экземпляра взял себе Стив Маклын. Ну, и там... Ну, для съемок. Значит, на съемках. Вот, он для себя оставил одни, в которых он вот сфоткался. И на всех баннерах Так Хойер Каррера вы увидите эту фотографию, где Стив Маклын с таким вдохновленным лицом. И в квадратных этих часах. Вот, значит, сфоткался он в этом деле, поучаствовал на съемках. Между съемками носил он свой Rolex Explorer совершенно спокойно. Вот, и как только съемки закончились, он подарил эти часы своему механику, своему другу. Сделал памятную гравировку от Стива, там, и так далее. И все. То есть, он отдал эти часы, одел свой Rolex и пошел совершенно спокойно сниматься там в детективе Буллит. Вот. Прошли годы, и на аукционе всплывают часы с этой гравировкой. Те самые, в которых Стив сфоткался для Хойер. И их же преподносят, как часы Стива Маклына. Но он их трогал? Ну, видимо. Но то, что вот эти все годы, и трогал-то их совершенно не Стив. Вот. Тут видишь, как бы... И здесь она идет в позитив. То есть, Пол Ньюман, Стив Макквин, много вот Элвис Пресли, Михаил Шумахер, там, и так далее. То есть, вот эта вот энергетика здесь идет именно в таком позитивном ключе. Даже если человек с этими часами особо не имел никакого... Ну, это все-таки больше для коллекции, наверное, вещи, да. И если ты готов потратить там много-много-много миллионов, наверное, даже на покупку часов Элвиса или Маквина. Ну, как бы, наверное, у тебя уже есть что-то еще. Либо ты вообще не фанат часов и там фанат автогонок, и тебе просто они нужны. Ну, как бы, ну, есть вот часы. Ну, как инвестиционный лот. Ну, да, такие часы, наверное, не носят все-таки. А носишь ты спокойненько себе свой роликс? Свой Восток. Твой любимый. Без энергетики. Ну, кстати, вот ты мне дал свои часы, я в них походил, и я сразу... Почувствовал? Да, я почувствовал. Я стал добрее, и такие вопросы какие-то... Возникали какие-то вопросы. И все время хочется кушать. Вот ты сегодня половину вечера говоришь об этом. Я смотрел такой на часы и такой, как бы, да ладно, успеем. Ну, шамуха еще работает. Опаздывали. То есть ты в слоу-мо двигался. Нет, опаздывали на поезд, и я такой, да ладно, все хорошо. Падождет. Да, и вообще как-то... Ну, опять-таки, это же какая-то в голове у тебя история. Вообще, на самом деле, абсолютно все в голове. Все в голове. То есть, понятно, что, ну, если физически подходить к этому, да, что сталь может? Она даже не намагничивается, это не ржавейка, она максимум радиацию. Радиацию может хранить. Хранить, и все. Знаете, классную историю, кстати, про радиацию. А ну-ка. Ну, как, она, конечно, грустная. При аварии на Фокусиме, да, то есть, когда вот эта техногенная авария была, надо отметить, что ни один человек не пострадал. Благодаря японской системе оповещения и их подготовке этих. Бегите! Да, 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 и все смылись, да. То есть, все было вовремя. Но они побросали кучу вещей, включая свой автотранспорт. И часы такие снимаем, бросаем. Ну, часы, наверное, забрали. А вот автотранспорт был оставлен в огромном количестве, и он до сих пор, даже сейчас, когда уже можно посещать эту зону блогерам и всем остальным, он до сих пор фонит. Но пару лет назад власти этой земли сказали, что значит так, ребят, все, прошло достаточно количество времени, 10 лет прошло, забирайте свои манатки и все, что хотите, забирайте. Типа, разрешено. И в тот момент был большой всплеск японских автомобилей на авторынке. То есть, если проследить, что пару лет назад выкинули огромное количество вот этих машин из Японии, которые в нульцевом состоянии, с маленьким пробегом. И как они за 10 лет так мало проехали? Но при этом надо учитывать, что счетчиком Гейгера лучше бы пройти. У тебя не толк, толще, толще, наверное. Если вы любите японца, который почему-то за 10 лет мало ездил, обязательно пройдите его с счетчиком Гейгера. Итак, представьте ситуацию. Вы увидели объявление очень интересное. И человек такой говорит, слушай, я вот проездом в вашем городе, давай быстренько в аэропорту встретимся, если хочешь, продам. Объявление вроде хорошее, классное, чувак, по остальным объявлениям и отзывам тоже все хорошо, но есть подозрения. Но в мастерскую попасть невозможно. Он говорит, ну вот, пожалуйста, говорит, сертина DSPH200, винтажный дайвер, продаю. Все продают по 65, в магазине по 100, а я тебе отдам за 40. Давайте посмотрим, на что обратить внимание. Но первое, это, конечно же, на внешний вид. Вот, даже если у вас нет лупы, вы берете телефон под увеличение и смотрите под углом, во-первых, коцки на стекле, на безеле, на корпусе. Ну вот, например, вы увидели сразу одну коцку, ничего страшного, так бывает, часы все-таки инструмент утилитарный. В остальном тоже все хорошо. Следующим шагом вы берете заводную головку, откручиваете ее, прокручиваете, смотрите, чтобы она крутилась ровно. Ну, вроде бы ровно. Дальше смотрите, отщелкиваете в разных положениях, все ли работает, завод, перевод стрелок, перевод даты, тоже окей. Если механизм популярный, например, как ETA-2824 или Powermatic, обязательно проверяйте работу реверсивных муфт. Крутите, при этом не должно быть треска и ротор автоподзавода не должен дико крутиться. Видите, вот в этом месте он начинает чуть-чуть крутиться, ничего страшного, тут просто завод пружин небольшой. Плавно крутите, все окей. И самое главное киллер фича, проверяйте работу баланса, амплитуду баланса, это свидетельство о том, что часы более-менее свежие, более-менее обслуженные, и то, что их не надо будет отдавать в сервис. В настройках телефонов пункт «Еще», «Замедленная съемка» или «Сверхзамедленная съемка», и снимаем наш баланс. И теперь считаем, насколько он повернется. Так, взяли винтик, винтик пошел, 360, и плюс примерно 180. 540 делим на 2, 270 градусов, значит с часами все окей, надо брать. Обслуживать не надо, еще лет 5 они отлично проходят. И вот буквально при помощи вашего телефона вы проверили, что ржавчины внутри нету, часы герметичные, ходят они тоже хорошо, ну и внешний вид вы можете оценить просто вашими глазами. И вот вы замерили и сказали, ну видишь, парень, амплитуда у тебя маленькая, или тут видишь, автоподзавод крутится плохо, давай-ка скидочку. Он скажет, слушай, чувак, не нравится, не бери, ты уже в аэропорт приехал, так что деваться тебе особо некуда. А тут уж решение принимайте сами. Хотя, скорее всего, в большинстве случаев люди охотно пойдут на скидочку. Ну все, удачных полетов! Я бы подытожил тем, что покупайте то, что вам нравится. Если вам нравится конкретная модель, вы конкретно ее хотите, ну какая разница, бэушная она, новая или не новая. Не слушайте особенно советов, чтобы выбрать, а покупайте именно те часы, которые нравятся именно вам. Да? Еще одна рекомендация. А коллекционер Джон Гольдбергер, я постоянно фамилию путаю, но, в общем, известный коллекционер, у него есть видео, там, пять рекомендаций. Топ-пять рекомендаций! Самая мощная мысль, покупайте не часы, покупайте продавца. То есть просто найдите человек, кто действительно надежный, кому вы доверяете, кто дорожит своей репутацией, покупайте у него. Ты продаешь винтажные часы? Тут могла быть классная рекламная интеграция. Давай обратно 15 рублей. Нет, я часы не продаю, поэтому просто ищите такого человека. Это важно. Временами к нам приходят гости, и первый гость в нашем подкасте «Временами» Саркиз Григорян. Привет! Радо тебя видеть, ты стал первым гостем нашего шоу. И ты, кстати, первый, кто попросился к нам самостоятельно. Да, всех приветствую. Ну, знаешь, как это, наглость, второе счастье называется. Увидел первый выпуск вашего шоу. Во-первых, классная история, потому что, ну вот просто так посидеть, послушать, поболтать о часах. Вообще такого как бы не было, потому что и, то есть можно и смотреть, я иногда там сидел, что-то занимался, знаешь, просто на фоне. Да, это прикольно, как бы прикольные ребята сидят, болтают, и я вот как посмотрел первый, говорю, все, мне тоже надо. Спасибо, что пригласил. Про себя, да, без проблем. Немножко про Саркиза. Ты уже, наверное, часовщик, реставратор, работаешь вместе с Константином Горбачевым. Если кто не смотрел, было такое видео из мастерской ребят. Ваше ателье называется «Genesis Machine». Да. Серьезное название, вроде бы и не про часы, но на самом деле про очень даже серьезные часы. И что интересно, ты совсем же недавно вот начал все это дело делать, залез в механизм, да, ты айтишник, ты занимался искусственным интеллектом. Вот эта история, которая, мне кажется, будет всем интересна, как человек в 40 уже лет, да, во сколько ты начал? Ну, в 39-40. Как можно в 40 лет прям сильно изменить свою жизнь? Расскажи, пожалуйста, вот эту историю. Мне кажется, это, ребят. Ну, действительно, да, неожиданная история. Я всю жизнь занимался IT, привлекал инвестиции, делал проекты. Первый проект с искусственным интеллектом мы получили инвестиции, там, что в далеком 2008 году, тогда и слова такого там модного не было. И, в общем, я, как бы, всю жизнь в IT связан с высокоинтеллектуальными историями. Руководил, до сих пор, руковожу центром компетенции Фонда развития цифровой экономики. То есть ты еще связан, да? Да, да, да. Ну, это там стратегические истории, руковожу клубами искусственного интеллекта «Бизнес-школы Осколку», который я закончил. И, в общем, вот вся моя история была вот вокруг искусственного интеллекта, его применения абсолютно в разных отраслях, там, как это, логистика, сельское хозяйство, там, даже чуть-чуть военки как бы зацепили. А потом, значит, это год назад случилось, я разговаривал с другом Рустамом Енисуэм, он достаточно известный ювелир, и мы обсуждали с ним шахматы, механику. И что-то про часы вместе, какая-то тема началась, и мне как-то на тот момент показалось, что часы и шахматы какие-то, ну, как-то, где-то они как-то, ну, в истории должны рядом идти, потому что какая-то интеллектуальная история, что-то такое. Ну, так есть же эти шахматы, нажимаешь, да, часы, все просто. Ну, ну, это все просто, да, и, в общем, и у меня какие-то там механизмы сразу в голове, и я, в общем, по пути домой от Рустама, начал просто смотреть на интернете часы и шахматы, что вообще есть, и увидел, что вообще ничего интересного нет. И у меня появилась в голове одна мысль, которая как бы механизм там, да, один, и я начал просто о ней думать, просто вот как такая, знаешь, как мой друг один говорит, ежа под череп, вот меня загнали, и я начал думать. И думал, я так несколько месяцев какие-то патенты собирал, смотрел, начал смотреть видео, изучать механизмы, то есть и все вот это вот шло до, там, с весны до августа, когда я ломаю сильную ногу, я вообще два месяца просто в лёжку. И у меня в октябре день рождения, 40 лет, может быть, какое-то все вот это переосмысление, и в какой-то момент я просто понимаю, что мне это настолько нравится, что я хочу что-то сделать. У меня был очень большой страх, потому что, ну, ну, как вот так вот, 40 лет вообще менять жизнь, как бы уходить куда-то вообще, куда-то, где я вообще ничего не понимаю. Но, там, первое, что меня как бы выудушевляло, то, что там Бреге сделал свой турбион там 200 лет назад, и я понимал, что, ну, я хотя бы точно повторю. То есть я тут был первый. Это уже такая планочка высокая. Я хотя бы, ну, у меня просто много там друзей, я увлекался там ножами, коллекционировал, то есть касаемо там, касаемо обработки стали, каких-то вот этих вещей, как бы, да, там, материалы, я как бы еще понимал. Вот. И потом, значит, в октябре, 9 октября мой день рождения, 13 октября Константин Чайкин делает лекцию про то, как сделать свои часы, на которую я пошел. И там, в процессе обсуждения, он говорит о сложности производства, нехватке кадров и так далее. И я его спросил, как по-человечески вам было, когда Антон Суханов решил уйти, потому что столько лет он был главным конструктором и так далее. То есть, ну, это потеря очень ценного кадра. И Константин тогда сказал, что, он говорит, да, конечно, жалко потерять такого кадра, но я ему сказал, что если ты не сделаешь это, ты будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. И вот это было второе, то, что меня вот прям вот так пусть гернуло. Да, и я позвонил тогда Рустаму еще раз, я знал, что у Рустама есть друг Константин Горбачев, который главный часовщик, реставратор в Гохране, в Большом театре и просто один из ведущих реставраторов вообще в России. Я говорю, познакомь меня, пожалуйста. Я приехал к Константину, как сейчас помню, 15 октября, показал какие-то свои рисунки, механизмы. Ну и Костя посмотрел на это так все, говорит, какой-то, что ты хочешь в голове, говорит, у тебя, говорит, куча всего. Я говорю, ну вот, говорю, научи. Вот, он говорит, давай, ищут раз, два, три, там на третий раз он меня уже оставляет ключи от мастерской и все, понеслось. И там с этого момента 6-7 дней в неделю с утра до вечера я в мастерской. И где-то в декабре, когда я уже понял, что, ну там, я могу, что руки у меня не кривые, что там, и ту я спокойно разбираю, собираю, обычные часы я спокойно разбираю, собираю, антикварные часы я спокойно разбираю, собираю. Я говорю, Кость, ну давай чего-то делать, потому что надо реализовать свою идею. Мне, во-первых, на одну я и часы хочу делать, но постольку, постольку я трачу столько времени, а все остальное я, как бы, там, минимизировал, да, то есть, там, я как ментор, у меня есть молодые ребятки, которым я уже там все подходящие проекты просто уже скидывал, да, то есть, вот. И мы решили открыть, соответственно, отелье. Вот, открыли отелье в декабре, и вот сейчас сколько нам там уже, ну, можно сказать, там, полгода. Мы уже работаем с достаточно крупными, серьезными коллекционерами, обслуживаем антикварные коллекции, сотрудничаем, там, с известными часовыми ломбардами, с коллекционерами, то есть, делаем, там, очень-очень сложные вещи. Вот, ну, вот, тут так вот, я тоже, как подрос в этом плане, там, ну, со всеми сложными часами, там, типа, турбионами и так далее, я, как бы, пока не лезу, но я трезво оцениваю свои силы. Ну, там, по крайней мере, весь антиквариат, в том числе, всякие репетиры, хронографы и так далее, я уже сам, как бы, делаю все это. Антиквариат, чем мне еще нравится, потому что, ну, сейчас, там, ты возьмешь эту, да, ну, вот, ну, чем это отличается, там, вот, у тебя там, брайтлинг за 200 тысяч, вот, у тебя Шапар за полтора миллиона открываешь, ну, найди 10 отличий, как бы, да. Ну, просто неинтересно, я-то учусь, а там, ты видишь, что каждый мастер немножко по-своему как-то решал, ты видишь, что там немецкие часы, они вот вообще какие-то, это вообще какая-то отдельная история с какими-то маленькими нюансами, ты просто смотришь на это и видишь какой-то отпечаток культуры, вообще, да, то есть, и для меня это интересно, потому что каждый раз, когда что-то новое приходит, ты, как в музее, да, там, ну, много ли людей разбирали, там, репетиры, ну, то есть, мало, там. Часов все репетируем, и это, там, десятки тысяч долларов минимально, а здесь ты можешь, как бы, сам залезть, посмотреть, сделать, там, и так далее. Вот, вот такая вот у меня история, сейчас, там, я делаю первые свои часы для себя, а то как сапожник без сапог. Ну, многие мастера так сделают себе что-нибудь. Да, 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 для начала. Ну, и это такая, то есть, я, они будут, с одной стороны, отражать текущий мой уровень, то есть, то, что я могу на данный момент сделать, как часовщик, естественно, там, с помощью, там, Константина, который, как бы, мой партнер и учитель, вот, будет на антикварном механизме, там, коиновском экогрине, но я, как бы, хочу сделать, там, то есть, рутинирование, всякий, очень, там, финиш сложный, тантал будет использовать, то есть, ну, такое, как... Чувствую, уже пора записываться в очередь, чтобы не пропустить. Наручные часы, наручные? А, наручные, да, наручные, механика. А если механизм старый, то, наверное, большие будут, да? Большие, да, они такие, достаточно большие, будут где-то под 5 сантиметров, как бы, диаметром, но мне, то есть, с одной стороны, на данный момент мне лично на большом механизме, ну, просто удобнее, потому что он большой, некоторые вещи, как бы, мне, там, самому приходится делать, да, и, ну, это непросто, да, там, вот, на таких было бы еще сложнее, вот, поэтому, как бы, выбор был сделан в пользу этого механизма, и, во-вторых, мне хотелось, вот, именно, мне нравятся старые механизмы, мне нравятся именно они из-за того, что они каждый разный, ты видишь историю, ты видишь какое-то развитие, ты видишь вклад каждого часовщика, ты видишь свои нюансы, это такие булочки, то есть, это настолько все интересно, и хочется носить, и сделать что-то, какой-то, вот, вот, такую вот, связь времен, да, какую-то такую сквозную историю, которая, с одной стороны, это будет, что-то, там, современные материалы, там, этот, там, там, который, как бы, очень сложно обрабатывать, все это, рутинирование, все вот эти вот полировки, все вот эти вот вещи, а с другой стороны, чтобы когда-то его переворачивал, ты видел, что это что-то историческое, интересное, да, то есть, какой-то большой баланс, вот, 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 тикает, то, что я, там, до этого думал, там, касаемо шахмат, еще что-то, это тоже, сейчас в проекте на шахматы, у меня уже два человека записались, несмотря на то, что у меня, там, ну, то есть, это просто пока все, там, в эскизах, ну, хотя бы есть понимание, как это я буду делать, вот, 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 так вот. Вопрос к тебе, вот, как, я не мастер, я, там, несколько раз вскрывал заднюю крышку, да, там, смотрел что-то, ну, вот, Юра, там, хоть что-то умеет делать, да, с механизмами, хоть разбирал, да, я, как бы, не особенно, я общался много с мастерами, и они говорят, что, там, кто-то работает по принципу, вот, у меня новый калибр, я захожу, там, в интернет, на форумы, смотрю про этот механизм, да, его спецификацию, как там все устроено, чтобы не навредить, с винтажными механизмами такого же нет, нет, ты не найдешь спецификацию на калибр, то есть, тебе надо самому догадаться, особенно, если он сломан, если, там, где-нибудь не хватает, например, какой-то детали, то тебе надо догадаться, как оно все было устроено, и, если чего-то не хватает, придумать, как это все самому сделать, да, так и есть, и в этом-то есть самый большой интерес, что иногда ты, разбирая, ты не знаешь, что там, и вот какие-то, там, бывают сюрпризы, набор у тебя, да, колеса какие-то, рычажки, это не только с историческим, я вот тебе скажу, сейчас мы делаем очень сложный проект, один достаточно известный коллекционер, очень долго ходил по рынку, и, там, ему никто не мог починить, винтажный эширон, не помню, калибр, как называется, по-моему, 117, а это родственник Lassel, который Lassel 1200-2000, а ниже Piaget 20-25, 1,2 мм толщиной без автоподзавода, с автоподзаводом толщиной 2 мм, значит, сломан был, ну, то есть, там, человеку пытались его починить, раздолбали баланс, то есть, разобрали баланс и раздолбали так, что, ну, то есть, там, ось 0,9 мм размером, и следы корявых рук на этой оси были сильно больше, чем размеры, и вот, то, что ты мне присылал, да, не видно деталь, просто, действительно, ее просто не видно, то есть, ее, правда, просто не видно, когда я первый раз смотрел, где она, вот, ее, правда, не видно, но, вот, это тоже к тому же вопросу, когда не спецификации нет чертежей нет ничего по этому механизму и вот тут просто размеры снять заняло две недели потому что она была как бы так подвезувечна то есть это сложно но это некоторые вызовы которые ты берешь на себя и я не творчество какого да 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 это такое прям ты где-то на грани ты с одной стороны ты немного как бы не боишься как сказать ну ты всегда понимаешь что вдруг что-то пойдет не так да но но ты как бы веришь в то что ты делаешь ты уверен как бы ты понимаешь что не навредив но есть же еще ответственность да одно дело там этажку ремонтировать да там ну пусть там 100 200 500 тысяч стоят часы а тут какие-нибудь винтажные вещи там же ценник на них ого-го ты можешь там одним неловким движением просто да да но поэтому там лично я конкретно под в эти часы не лезу и ими занимается там константин да у нас там разделение там все очень сложно занимает он я занимаюсь простыми нам и советские часто приносит и там вот это вот мамины дочкины и пришел один раз было смешно в течение одной недели мне сначала друг говорит там на щепьем советские там золотые женские отреставрировал несколько лет не работали значит там папа они сами из сербии папа первый раз к поехал советский союз там семидесятых купил маме эти часы и они уже там сколько лет не работали долго и другой там похожие истории просто я за неделю получают два сообщения спасибо тут бит мама плакала и тут ведь мама плакала я уже надо сделать нам короче этот слоган да мы работаем дальше ваша мама будет плакать как вот почему то есть я занимаюсь советскими я занимаюсь там на простой этажками каким-то вот такими вещами я занимаюсь антиквариатом карманными большими что тоже интересно а константин занимается уже всеми там супер сложно ну и плюс есть свои идеи свои проекта я помню еще у вас видел в корпусе из граната да 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 это это все будет или это будет все сейчас наконец-то там хотя бы корпус нормально ну то есть там тоже есть некоторые сложности вот кажется что граната она ровная а вот ее просто если зажимаешь в станок попробую фрезеровать оказывается она ничего не вообще не ровно как бы да и то есть какие-то вот такие вот вещи банальные которые ты иногда ну кажется то что там вы фрезеровать а надо поставить какие-то такие вот моменты но сейчас я учусь я обычно очень быстро да и несмотря на то что вот там мы сейчас я до сих пор себя не считаю каким-то там супер часовым экспертом но слава богу всегда есть кому можно прям окунулся в этом плане то есть но это вот это мое знаешь я очень я очень хорошо разбираюсь в чем-то если я вот залезу то все и это конечно иногда сказывается там на семье и так далее потому что ну вот кстати хотел спросить такой вопрос наверняка много ребят кто нас смотрит там и молодых и постарше парней кто скажет там я тоже хотел бы пойти заниматься любимым делом но ипотека семья туда-сюда не просто взять резко сменить деятельность я так понимаю у тебя либо остался какой-то доход либо ты накопил подушку вот экономически это сильно бьет по карману скажем так очень пойти и просто вот буду делать часы буду рисовать картины буду там ну что угодно да на автомеханика выучусь в конце концов да то есть человек может там в 35-40 лет кардинально изменить жизнь ну во первых я верю что это можно и вот пример сидит перед вами да это бьет конечно это бьет ну потому что ты ты все что как бы ты занимался до этого тебе приходится совершенно как бы этот бросить и там шесть дней в неделю ты тратишь просто ты сидишь мастерской с линзой с пинцетом с отверткой и да это там тяжеловато было подушка там в какой-то момент там тоже начала как издуваться да 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 но вот слава богу что как-то вот так вот срослось повезло с константином я там как-то ну вот поскольку поскольку мне интересно я везде и туда и туда там совсем поговорю потому что но я привык как бы я тебе на мероприятиях но я просто привык что значит но если мне интересно я всегда как ну то есть может быть не везло но я всегда встречал тех людей которые там если они больше меня знают я не могу обратиться и они обычно делятся и это вот до сих пор так вот последний вот но вот с антоном суханом познакомились и лично и просто шикарный просто парень который вот так же все открыто я там какие-то вопросы задавал там может быть глупые да 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 но вполне возможно да там для него это может быть глупая для меня например ну я не знаю и у меня может быть знаешь как у меня может быть несколько вариантов ответа вот я думаю так или так или так но критерия по которому выбрать один из вариантов у меня нет потому что у меня нету большого технического опыта и здесь когда человек говорит я бы сделал так и такой прикольно я также думаю все классно наш то есть вот этот успокаивать а так конечно тяжело то есть если вот так вот резко менять то конечно нужно думать о том что делать и там вот то что мы начали сорок сорок назывались виде отелье это как раз была одна из причин того что я буду ну то есть много времени тратим на это все равно но так может быть какой-то выход да и даже уже что-то зарабатывать сейчас я вижу да что это есть что это востребовано потому что к нам обращаются люди там ну когда мы все это начинали я даже не ожидал что вот такие люди к нам придут то есть я совершенно не понимал рынок а тут оказывается лопа да ничего себе как бы да это воде нужно и приходят и востребованы и не хватают и ищут и сейчас да вот извините перед перебил сейчас есть проблема что если есть какие-то винтажные часы и даже не даже не просто в ашерон потек люди как бы боятся просто отдавать мастерские от не знают а что там с ними сделают они того что до этого их просто отправляли и на желать а сейчас у него не столкнулись с этой проблемой что с ним делать в какую мастерскую и самое главное супер надежность и конечно это ниша появилась такая у нас еще большой плюс на что константин реставратор и когда вы сейчас ушли все большие бренды раньше как но ты принес там но они тебя поменяют там все блоками до тех никто там не будет никто распрессовывать ось тогда вы по картам по вам запрещено даже это делать конечно не все это все это меняю да и поэтому вот там иной раз как бы даже люди из официальных сервисов они такими занимаются вот а у нас как-то мы можем будет сделать то есть нет ось мы вытащим там сломалось что-то мы это вытащим там потерял ребенок кнопку с на хронографе шаппарта поиграть своими часами нет он на своих я не помню чтобы я в жизни когда-то так получал удовлетворение и так был счастлив каждый день как сейчас и это тоже хотя загружен наверно может даже и больше да да это тоже важно я там не общаюсь ас уже на этих совещаниях и так далее каких-то вот этих вещей и как вообще иногда еще есть нам минимизировал и я просто испытываю удовольствие от там того что ты что-то делаешь механизм на то что общаешься с людьми которые также горят часами механизмами ты не слушаешь этих тупых менеджеров которым тебе просто какие-то очевидные вещи надо сказать там а искусственный интеллект сейчас и живущих горячие пирожки то просто все ломанулись и если раньше ты там шаги я занимаюсь искусным интеллектом он как минимум но там мифи из тех то есть это как бы ну точно хотя бы образование есть то сейчас ты смотришь на это и как бы ну ну то есть вообще рынок и он разочаровываешься а здесь я я я счастлив каждый день я с удовольствием иду там я даже на работу называю в мастерскую иду вот но единственный минус конечно семья не видят и вот приходите в мастерскую люди когда встречаются хотят его приезжай в мастерскую за мной покажите классно бы встала какая-нибудь рекламная интеграция вот курсов пойти человек да нахрен ваши интулекция я пойду заниматься винтажными следами есть такая тема медитативной когда садишься никого нету 31 часы механизм это что-то как с родни с рыбалкой на знаешь кто-то уезжает на жалобы я тоже надо сажусь за часы ремонтировать такой кайф все голова просто все вопросы уходит семейный уходит рабочий уходит ты сидишь и радио включил играм реально как такой это просто концентрируется вообще все остальное настолько него и это и это классно еще потому что результат твоей работы вот он и он прям живой и игрокать по да и ты это все видишь и и самое главное это все ты делаешь то есть нету вот как до этого был бы у меня вот бывало и вообще то есть вот это вот проблема делегирования что ты там вот эта идея реализация там а еще когда клиент какой-то там упоротый и все это как бы хорошая идея хорошая история разбивается в итоге как бы и ты там знаешь тратишь год проект сделал клиент доволен а ты просто плюешься и не понимаешь зачем ты тратил на это время потому что ты не сделал так круто как ты хотел а ты сделал так как клиент казалось круто ты работаешь на заказ это совершенно да но смысле тогда ради чего я живу чтобы помочь кому-то заработать денег при этом как бы вот эта помощь по мне она как бы не кажется классный потому что можно круто а круто большинство не получается потому что ты заказчику не пересадишь свою голову и как у пелевина да там вам десятки тысяч маркетологов там срали в голову годами хотите чтобы я вам сейчас за два часа это все почистим то есть вот это еще для меня было потому что ты ты делаешь конкретные вещи вот они вот результат ты отвечаешь только сам за то что ты делаешь как бы да и дело говорится но за себя и человек который к тебе приносит он также понимает люди которые вот в часовой тусовки мне не нравится потому что даже там какие-то очень серьезные там люди которые знаешь казалось бы где-то вообще вот там когда вы приходите и говорить о часах ты видишь что у них вот так же глаза горят и вы в этом плане как как дети которые вот сидите там у вас ножички или что-то вы разбираете то есть это совершенно другое и вот кайф вот этого вот это радость я я я вот про я честного я вот в 40 лет первая жизнь получают такое удовольствие как бы от работы которые не одними деньгами не купишь вообще ничего поэтому да и риски есть да это тяжело но вот но счастливая жизнь да 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 и вот то что константин юрьевич тогда вот сказал антону шханову и я бы вот под этими словами подписался что ну а если не попробуешь что может потому что жалеть потому что это же изнутри идет на это же из души идет и ты к если ты гасишь себя как бы как будто бы ты не свою жизнь живешь как бы зачем это надо твой предыдущий опыт знания в области айти в области искусственного интеллекта как-то помогают сегодня в работе над механизмами можно ли не знаю там задать искусственному интеллекту задачу спроектировать новый калибр какое-то усложнение нет гаррис прикольно интегрировал искусственный интеллект в изображение да то есть обработка изображений с помощью интеллекта какие-то новые там фишечки вот так вот сюда картины рисуют условно говоря рисуют но тем не менее собираешь ты это смог интегрировать вот в свое творчество потому что сам я не очень как художник не умею рисовать ну получается что-то но кривенько не так и хочется а здесь благодаря вот технологиям ты получаешь ровно то что ты хочешь увидеть и это получается твой твой продукт авторские права принадлежат тебе и ты можешь спокойно воспользоваться вот но с автор что у нас это отдельная история сейчас не происходит интеллект смотри пока что конечно проектировать часы и механизмы это все общее это до этого очень далеко нет какая-то проектировка есть я периодически какие-то там форумы модерирую вот мне понравилось там точно я был ребята значит они строят эти трубы для перегонки газа и это не там трубопроводы на северах делают и вот там и помогают как будто подъедобные системы там строить проект когда то есть это вот вот такой даем какую часть работы снимают вот что касается проектирования конечно же нет пока что на данном уровне вот но вот как ты сказал про изображение это классно я этим сам пользуюсь тоже не на хочет посмотреть и при этом начат прикольно то есть тебя есть там языковые модели а есть те которые как бы картинки и я например даже пользуюсь так что мне например нужны чтобы у меня была какая-то картинка чтобы я ее представил например я прошу сделать там я не знаю там эмалированную гранату например я ее сам конечно будет сложно нарисовать надо кого-то просить там или так далее вот здесь то такое при этом я понимаю что если я блок даже буду забивать эмалированная града выдаст такую ерунду но это очень долго пробовать да 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 но есть шикарный как говорят лайфхак ты берешь там этому троту депетти или к лоду пишешь что я хочу сделать такой это рисунок и мне нужен хороший пром для того чтобы сделать и вот как-то удивительным образом он делает такой пробист который ты туда потом добиваешь да это прям такой лайфхак ты что просишь написать пром то писаешь как бы своим корялым языком но в промте это прям идеально и он отдает его скармливаешь и потом даже вот в этом который есть помн ты видишь ты что-то можешь там поменять какие-то слова и это совершенно другое качество вот так я использую ну просто чтобы посмотреть вот для себя как бы да как это будет да как это будет выглядеть потому что некоторые вещи там не знаю ну там гильош сверху эмалью не знаю там в каких-то вот в разных цветах да ну в 3d от каждый раз сложно делать а здесь тут просто написал и он тебе показал ты о прикольно там да уже цвета поменял вот так вот использую вот от больше ничем не помогает помогает нам мое просто вот врожденное любопытство вопрос у меня еще такой genesis машин что-то из терминатора восстание машин расскажу найти все понятно не ну во первых как бы я как как всегда и всему я всегда сам придумал название и для меня она джензис это как развитие рождения книга бытия на английском переводится как джензис да то есть как вот рождение развития да вот как вот вся суть и машины это как какой-то машины механизмы да то есть это вот то есть для меня это была какая идея что те механизмы до которые как будут отражают дух времени как бы его развитие то есть я вот как вот так вот у меня в голове было вот я долго думал над названием а потом как-то узнаешь как машина бытия вот да вот то что считает время то что как бы некоторым образом наш вот так вот так дает тебе какие-то сервис сервис до отрезки что ты мог как-то себя сам это сравнивать со вчерашним знаешь вот какую-то такую философию туда вкладывал да и вот поэтому так назвал круто кости очень понравилось нормально давай был рад да он говорит все я но я ему объясню как бы чего я в этом вижу он будет круто и я был очень рад когда вы решили помню у виктора в интервью как раз таки с константином там рабочий стол и там краски несколько часов из разных эпох там пятнадцатый век на нас 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 и он говорит что каждый момент времени мастер делал все самое лучшее что может сделать и то есть на столе тоже такое своего рода генезис да 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 то есть вот это вот такая значит развитие время пришел как как время вот время сколько сейчас так вот вот эту вся история поэтому вот вот такое название вот это я вкладывал ну и мне нравится мне нравится дом она оказалась удачно что есть это важно ну да да ты придумаешь название тут занял там и какую-то ерунду делаю мы ждем от вас какого-то совместного под брендом под этим проекта часового или все-таки вот ты свой константин смотри как у нас у меня все какие-то параллели между акринь и реджепом хотя конечно где я вот у нас такое значит кости делает часы под своим брендом это отдельная история ну вот мы сказали на митс да он нравится камере они верблаты да ему нравится эта тема и он прям вот это его ему нравится да то есть я под своим именем там какие-то свои и делаю при этом там мы друг другу можем помогать дженезис машин это как отелье которую вы можете пойти и заказали просто заказать какие-то свои часы да и мы сделаем его там как от отелье то есть такая то здесь нету конкуренции нету какой-то знаешь противоборство какого-то просто вот есть каждый из нас со своими идеями своим взглядом своим видением там механики и кому-то ближе там константина видение кому-то ближе мое видение кому-то мое совершенно непонятно да то понятно да вот и это как бы личные истории личная история меня личная история константина дженезис машин эта история в первую очередь клиентская конечно же она отражает там наше видение наш философию наш подход да но она в первую очередь здесь мы исходим из того что какие потребности клиента да ему нужно там условно ручка или нужен подзавод нужно антикварный калибр или он хочешь современный там современную больше ту или там лежу перри какой да там хрон или и ну еще что-то да то есть могут еще от этого исходит вот поэтому вот это вот каких-то таких истории дженезис машина объединяет там кормит вот но при этом их бы дает нам как каждому из там часовых мастеров как я так и себе казалось что да ладно а вот развиваться на то есть вот так вот у нас сам носишь часы вообще и на его силы до этого в детстве меня помню там подарили первые кстати мои детские были как сейчас помню молния с таким коричневым такой какой-то в как в растениях такой циферблат потом были какие-то вообще не помню какие потом очень долгое время не носил вообще не обращал на что внимание когда вот здесь занялся часами здесь тоже такая история значит остановится профессиональная деформация все сразу не только оказалось раньше там а ну прикольно вот ролик скуплю буду просто носить базовые классные сейчас ты сможешь какой нафиг ролик как бы блин зачем ну то есть как бы ты сейчас я понимаю тех людей которых покупают да потому что rolex это вот в словаре дали часы вот картинка ролик да ну правда ты купил и ты не парчат а джипетесь из задач часы ну по крайней мере старую версию он выдавал как раз таки часы с короной да 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 ну то есть это абсолютно понятно но когда ты начинаешь разбираться смотреть там еще что ты когда ты видишь какие-то не знаю там меня завораживают репетиры хотя сейчас это абсолютно бесполезное усложнение приятно да ну когда ты все вот это видишь и потом дальше такой ну вот сравнение все это совершенно по-другому не сможешь я периодически ношу значит путник мне их подарил константинович горбачёв костя вот они причем прикольные тем что это из там самый первый сборки прототип то есть они даже они не номерные на них нет на было больше оказывается да вот да и все ну вот эти надо таскаю это сейчас мы посмотрим я просто купил потому что они настолько изящные настолько красивые я не знаю даже зачем я купил может быть там продам кому-нибудь может быть оставлю вот уже прицелился пока пока вот ну пока я вот делаю свои но это опять его профессиональная информация ты уже смотришь совершенно на часы по-другому ну а когда ты работал вот войти там ходил такой весь модный важный там ролик сыну очень не знали вообще него дни apple больше никогда вот что-то не любил не вам даваться что-нибудь там бренди я надену дом на меня знаешь ну вот когда-то там я не знаю там можно глина лет десять назад там как не было мыслимо что надо ролик скупить как бы муж ну ты знаешь такой вот именно типа 100 да 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 именно для этого но как ты знаешь это господь миловал не купил хотя может и надо было купить час продать но нет я очень спокойно знаешь то есть я я смотрел на какие-то там я ну я знал что такое там турбий он как бы да и не знал конечно такой репетирует там резонанс и так далее но там турбий он знал знал какие-то там фирмы я не смотрел вот то что мне нравилось я видел что это какая-то суперсложная инженерия какие-то там но там сотни тысяч долларов да то есть это какой-то такой сложный поэтому я даже не думал в ту сторону это как ты ходишь в музей знаешь но монолиза классная да но ты не думаешь ее там себе в кухню повесить и сидеть какой как бы классно было вот это я молодец да 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 а вот там какого-то с перехода как бы картину я вот не повешу да то есть вот какая-то такая история была вот а сейчас уже просто будет профессиональной деформации ты просто смотришь понимаешь что вот это интересно вот это нет там базовые вещи тебя не не это не возбуждают так скажем же да но с другой стороны надо вот в такой простоте давай посмотрим что ты принес сюрприз будет потом когда мы все покажем на сейчас я принес вот шикарный они кар 65-го года стальной супер на с этой ба с какой стекло этот сапфировая до автоподзавод просто мы тоже не женские часы они значит на тот момент они были мужские то же 36 по нынешним это как бы на такой у не секс здесь надо эксперта по винтажу они суши не шикарный она грамм выглядит очень круглого размер прям совсем особенно ремняет 14 ремень маленький даже не маленький левать с толку до размер сам большой насчет того что тут вулкан кажется что они меньше чем на самом деле все прикольные шерпа и вообще фирма и не корр на народ ракушка нарисована водозащита и это рассвет часовой индустрии то есть это эмикар это как бы там условно не первый эшелон до условно 2 но вот это то время когда еще не началась история с часовым кризисом началась история с кварцем и как бы это такой расцвет индустрии и ну они прям классные дальше то есть они полностью стальной корпус там сапфир классный механизм на автоподзаводе причем я их вот прям будет походишь пришел они сутки пролежали это мешочек на следующий день приходишь они ходят и нас тут за вас года там дорогой что-то больше суток сильно там под 40 и они очень классные то есть мне нравится и геометрия индексы да это все так блестит все не знаю то есть мне мне прям они поразили свои вот какой-то такой красотой эстетикой и я не удержался и теперь носишь их иногда иногда сюда их кроме эстетики там еще и техническая начинка достаточно хорошая то есть это вот крышка задняя там напрямую это не написано вполне возможно что это может быть и компрессором или супер компрессором там вот номер патента сейчас я вот смотрю попозже что это такое вообще шарпа изначально шли как как раз и часы на вот этом системе супер компрессор где у нас за счет давления воды часы еще больше поджимается на глубине чем на поверхности так что тут и эстетическая и технической начинки я кстати вот об этой фирме узнал то что дата твоего ролика да там дата еще черный как она вообще вписана на 12 часов обалденно и она черная прекрасная вот я про не как раз осталось твоему видео тогда узнал про действует приказом мне учет я с детства обожаю космос то есть просто люблю я также вот все все ракеты запуске смотрю там что-то и здесь когда там ты же сказал что у королева их этот любимые были да и все этот сатурн и я просто какой-то момент их с ним вообще интересная история начал искать значит посмотрю в авито такие я думал брать не брать брать не брать брать не брать пока в общем я думал они ушли и где-то через месяц там или полтора раз вываливаются уже как бы ну типа на другом ремешке и все что-то но вот прям прям один в один такие все вот в этот раз надо брать потом оказалось что это ниже да это просто два знакомых один там что-то выкладывал другой забрал коры что мы сама не в итоге вот оказались у меня не часы на нашем даже я на хрон и смотрел то есть вот чтоб в таком шикарном состоянии с коробкой там просто на единиц и то есть это поискать что надо я не то есть такой хороший прикольный винтаж там да нет и там не карте не там же жили культуру условные да но по мне они очень то есть это такая печать печать истории несут на себе и конечно эстетически вот они мне но не они просто изящные красивые мы недавно как раз говорили о том что когда открываешь каталоги тех лет даже расхищаться тем как это было реализовано как это сделано с душой то есть насколько интересен и дизайн мне вот очень нравится кстати оттенок циферблат он такой шампан богатый что называется очень хороший очень хороший да действительно работали раньше люди и над дизайном и на технической сегодня все вот так вот ну глобализация ничего не было посмотрим потом прекрасно заврал от белый цвет и и поехали тоже очень хорошо сделки тоже характера для того времени черная полоса пациента то есть она смотри когда она с меткой сочетается то здесь вот эта полоса уходит вот в эту метку но надо заметки мишу блистят так вот умели думали и действительно делали очень вкусные вещи а сейчас скажут корпус какой-то непонятный заводная головка маленькая неудобно крутить но при этом надо прийти то есть к этому обязательно то есть вот такие часы покупать человек который понимает во первых имеет некий вкус и который уже насмотрелся понимает в часах скажем так имеет свое 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 видение вот потому что но для большинства что стандартные какие-нибудь касси ролик что-то похожие друг на друга ну вот это для них ну как бы считается вот часы лет я понимаю а здесь это уже для человека кто глубоко в теме вот так вот это покупаешь их прям вот то что тебе нравится вы не просто да пошли купили часы потому что вам надо узнавать время вы нашли эстетически какой-то безупречные изделия для себя для настроения для своего стиля очень хорошая вещь а чё вы не будете ничего показывать что вы принесли я хотел нам висунки на твое к нему и чуть нет у нас это на руках да вы же в это посмотрим ты можешь оценить то что мы принесли конечно да у меня паук гонится за паутинка если что пока но очень а вот этому подружат на варианте вот-вот-вот давай по два пловца где ночи часовая минутная стрелка просто прозрачная сводч стандартная история очень кстати точная и считывать время по ним достаточно а ты давал сюда когда сводч выставка была нет это были у никиты я просто видел такие такие же с машинкой здесь возможно были да вполне то есть это была такая версия одна из этих ну их много вот этих историй но там все просто с технической точки зрения машинка просто два диска машинка не знаю зачем там но она ездит по ремешку они приехали и плавают а кстати реально они приехали в басику мне нравится как сделан циферблат обратили внимание там как будто бы вот эти вот песчаные волны надо как когда краса песчаная задавала есть прям очень прикольно карьер карьер ну есть как будто это вода да и ремешочек а будто это травка там тоже он такая не вообще это очень классная что забавно на лето да это они воду держат ну я не пробовал но думаю что да там где мой за ремешок просто может рассыпаться и поэтому и перевод воды в таких бы как раз там в бассейн с маргаритой а ну не 0 и жакет и можно полоскорее сколько у меня еще плавает прикольный гарри снимай на сегодня эксперт будет оценивать серия проспект альпинист гинза это юбилейная лимитка которая посвящена родному району сейка гинза он так и называется за основу дизайна циферблата взяты вот эти вот брусчатые улочки собственно они попытались это вот как-то показать было свое время выпущено две версии 1 вот альпиниста другая была как-то она называется винта 60 с открытым балансом вот но мне альпинист больше понравился вот одна и тоже из основных наверное ключевых особенностей тут мятного цвета стрелка секундная ну и собственно все дали внутри 6 r 35 70 часов запас хода ну ну красивый такой блок стандартный альпинист но циферблат очень оттенок оттенок повторяет оттенок вот этот горный ледник это не любит придумывать ну да 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 когда тетет сакура на стекает вода это да это не было сразу не было же сначала не была модель горный ледник и лимитка на кожаных ремнишках ее раскупили там был ажиотаж и через год они выкатили точно такую же модель точно такую же модель но на стальном браслете и она уже не была лимиткой и она даже вам дешевле стоил вот а потом они сделали вот такой еще такую версию но оттенок очень похож можно будет сравнить давай в следующем видео посравниваем твои альпинисты да красивый мне мне вот циферблат очень нравится прям альпинист и вот эти вот метки как будто напоминают где-то снежные вершины специально вот это вообще прям как вершина на срочно к этому сделали то есть вот она даже вершинка то и так вот первая лимитом как раз таки был с такими метками которые еще не вот 2 головкой он вот как раз таки так выглядел и метки были вот на 12 на 3 я помню такие я вообще к жене купил больше она поносила жене себе часы она поносила пару раз и перешла на гаджет на найти на электрон но удобней но я продолжу ей покупать часы так то что я в своей славе как-то говорю что у меня три выпуска я менялся раз третий выпуск собственно циферблат вересковый лук парни видели с артистами по моему тоже видел да и нужно презентации что смотрели тогда мне очень нравится как ремешок вот этот новый это ремешок стайлер каучук или силикон уж я не помню что конкретно но мне показалось что это обалдельнейший перемешок вот именно из всех каучуков силиконов очень классный по качеству и белый подошел по дизайну да вот совершенно по-другому заиграли часы потому что вот тот вот с отверстиями меня утрим и шокот смутил но потом может видел сделали еще можно на это могут они меня понравились вот сушь классный очень хорошо стильно смотрится Урверк, я закрыл глаза, это урверк, урверк, с ним я хорошо знаком. Серьезно? Прекрасная лимитка, золотая. Феликс Баумгартнер и Мартин Фрей, основатели компании. Вот это вот такая индикация, которая называется вандеринг. Кто-то думает, что это изобретение урверка, но нет. Это было до них, это братья компаню. 1700 там какой-то год, они же первые такие часы для папы делали, в которых так крутится. С такой же индикацией выпускали у Арнольдтонсон есть модель, есть у Пармиджиане модель, есть у Адемара модель. Вандеринг я вообще очень люблю, это одна из моих самых любимых видов индикаций. И там где-то у меня есть такое сделать. Она на самом деле не очень сложная. С технической точки зрения. Да, то есть там просто вот эти диски. Сателлиты. Да, сателлиты. Да, то есть она где-то такая, с одной стороны техно, где-то с другой стороны она какая-то такая арт-декошная. Какое-то напоминание там 20-е и 30-е. Да, вот эти вот арт-деко. Это я вообще считаю самое, с точки зрения дизайна самое прекрасное время, потому что тогда дизайн был прям вот про красоту. Старались, старались. Арт-деко это вот прям самая красота и винтаж тех времен, даже какой бы он ни был, такая красота. Расскажи, что там сзади за индикации. Там секунды, там запас хода. А для чего они это вывели вообще? Регулировка. Ну потому что у тебя нету секунд со стороны циферблата. Я даже не знаю как это назвать, циферблатом или нет. Ну с лицевой стороны. Дисплеер, да. Вот. И ну запас хода, как чтобы ты знал. Там на самом деле очень прикольный механизм там. Ну видно, что они идут как минимум, да? Да, и вот у них, несмотря на всю их такую кажущуюся брутальность, там настолько все тонко, что ты скат, ну все, да, понимают, зрители знают, что такое скат, да? Лучше объяснить. Ну это вот ты вот, когда вот у тебя часы там разобранные, это танкерного колеса баланса вот пока еще нет, ты их завел, они вот так открутились, а потом как бы раз так и чуть-чуть назад как бы, да, делают. То есть это значит все классно, все почищено и так далее. Здесь настолько все тонко, что ты это подзаводишь и у тебя скат даже на головке чуть-чуть есть. В смысле назад? Да, да, да. Я такое до этого видел на Жаке Дро, но там совсем все прям настолько тоненькое, прям на костюмниках GMT. И тут видишь файн тюнинг, то есть ты можешь как бы отрегулировать, не разбирая сам. Да, да, да. Ну это вот прикольно. Мне очень нравится, то есть это вот какие-то необычные часы, в которых что-то есть свое. Значит, ты вурверк ни с чем никогда не перепутаешь. Они не такие редкие там, сейчас у меня в следующие часы поехали. Ну ценник не будем называть, да? Ну такие можно посмотреть, да там. А еще корпус золотой, кстати, да? Вот кто там, некоторые говорят, знаешь, почему они столько стоят, там даже не золотой корпус. Здесь золотой. Да я думаю в цене это золото вообще не имеет значения. Вообще ничего. Ну это вот как Журн мне понравится. Он же делает там с 2004 года Журн делает все мосты и все золото. То есть он долгое время пытался найти состав правильного сплава, чтобы это было золото, но оно было достаточно твердое, чтобы можно было делать мосты. И он добился этого. Ну там наверное процент золота какой-то там совсем небольшой. Ну оно какой-то там, 700 какой-то там. Но там именно вот вопрос был в легирующих элементах присадках, чтобы оно выглядел как золото. Ну державое. Там со всеми своими свойствами, да, но прочное. Вот. Вот добился. Ну латунный Журн теперь стоит дороже, да. Ну потому что это... Как стальные ланги. Да, да. Как стальные ланги. Вот. Ну я понимаю его идеологию. Понимаешь, когда ты покупаешь часы там за десятки, сотни тысяч долларов, там все должно быть по высшему классу. Золото-брульянты, да. Вопрос, что сколько стоят они золотые? Ты должен третить? Да. Нет. Самый классный механизм золотой. Ну ладно. А то Гаррис даже не удивился. Такой. Каждый день такие видят. Ну ладно. Тут еще стекло такое-такое. Ну вот это интереснее. Журн. Это не просто Журн. Во-первых, это Резонанс. Это лимитка 99 экземпляров в Рутении. Это как раз таки последняя модель, которая еще в латуне. Платина. На рынке таких нет. Последние пару акционов, которые я видел там, это цена 300 с лишним тысяч долларов. То есть они выпускались с 2001 по 2003 год. 99 экземпляров. То есть это как бы очень такая шикарная коллекционная вещь. Ну и Резонанс. Расскажи мне, что такое Резонанс. Потому что я дебил. В общем, наверное, может быть… Здесь два циферблата. По сути как бы два механизма, но они в одном механизме. Грубо. Сейчас физики меня распнут, но грубо. Значит, когда есть две рядом системы, которые колеблются. И они колеблются примерно там с одинаковой частотой, то вот микровибрации, которые происходят между ними, они способствуют тому, что эти системы как бы начинают, ну то есть входит в Резонанс, начинают вместе как бы в унисон. Это я понимаю. А после часа это что значит? Сейчас расскажу. То есть многие видели… Ты понимаешь, зрителям надо объяснить. То есть многие, наверное, видели вот эти видео классные, где камертоны сначала в разнобое, потом все вместе… До метронома. Да, камертон, да, это звук, метроном, все правильно, да. То есть впервые Гюйгенс заметил этот эффект на маятниках, когда к одной балке подвешены два маятника, ты их начинаешь раскачивать, они сначала раскачиваются в разнобой, а потом они раскачиваются вместе. Что это дает? Это дает точность, потому что система вот когда входит в Резонанс, то если ты пытаешься уменьшить амплитуду там одного из них, то вторая как бы увеличивается и пытается компенсировать. То есть таким образом как бы часы точнее. Это очень сложно сделать в часах. Журн первый, кто это сделал в часах. Сейчас вообще четыре всего человека компании, кто это сделал. Был первый Журн, потом Бит Хальдеман, он сделал турбион с резонансов. То есть у него, как бы, очень советую посмотреть, где же вам модель Бита Хальдемана. То есть у него вот турбион, который крутится по центру, и там два резонанса. После него Вене Альтер сделал свой дип-спейс резонанс, турбион тоже. Только у Хальдемана они вот как бы два, как бы друг напротив друга и крутятся. А у Веня Альтера один баланс над другим, и это все в каретке. После Альтера еще четвертый. Кто это Армин Стром? Вот они тоже сделали свой резонанс. У них немного другой там, у них как будто баланс объединен. Здесь они просто типа рядом точно настроены. И вот эти вот микрозвуковые вибрации позволяют ему вот в резонанс выступать. Ну уникальная вещь, как бы ну там, на рынке стоит там больше 300 тысяч долларов. И ну там я просто рад и благодарен моему хорошему приятелю, коллекционеру, которому я просто, который дал вот такие вот часы. Можно выставить разное время, и потом вот эта кнопка и секундные стрелки как бы вместе обнуляются, и он идет. Да. То есть, ну такая уникальная, музейная, редкая вещь. Такие часы там даст всю свою жизнь, как бы иногда редко можно увидеть, подержать в руках. Ну просто, ну понятно, что, слушайте, 99 экземпляров, там в мире столько людей с таким количеством денег, которые будут стоять просто в очереди ждать. И их нету. То есть, на хрон даже зайти, есть журный резонанс, но уже просто следующие там, вот с этим, с ремонтуаром и галите, просто там они там стоят по 28 миллионов, ну или в рублях, да, там, ну вот где-то вот по таким ценам. А это как раз таки лимитка, это первая полностью рутиневые обработки, и это они еще на, собственно, ну не золотые мосты, а латунные. Что тоже делает из этих часов, как бы, ценность, да, то есть сейчас вот. Это тот случай, когда латунь дороже золота. Я не знаю, будет ли у вас. Я вот такой вот сюрприз хотел сделать, думаю, что вы порадовались, как бы, да, ну это хорошие часы музейного уровня. Я сомневаюсь, что у нас еще будут гости, которые смогут принести более удивительные часы, но если они у нас есть, мы вас ждем. Я попробую. Я еще попробую тоже, да. Забавная вещица, слушай, для меня, ну для меня это, там, топ. Это, пожалуй, самое сложное усложнение вообще, которое есть. То есть, ну, сложнее я, по крайней мере, ничего не видел. Ну, то есть, мы сейчас не говорим о каких-то, там, грандмастер шин, где там напихали всего и вся, но вот если взять единичное усложнение, то резонанс, ну, это, как бы, самое усложнение, как бы, наивысшее с точки зрения техники. Это очень сложно. По работе верхняя головка, понятно, это она заводит, а нижняя за что отвечает? Значит, верхняя головка просто заводится, вытаскиваешь ее в одну сторону, переводится время в одну сторону, а в другую сторону время переводится в другую сторону. Ну, на другом циферблате. Да, 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 да. Ну, то есть, потом ты, как бы, ее упустил, завел, а вот эту головку ты ее просто вытаскиваешь и, и так вот, просто туда-сюда, и она синхронизирует в секунде. Да, да, да. Все понял. Вот такая вот история. Далеко не у всех, конечно, зрителей есть возможность такое, не то что купить, да даже и потрогать. Ты наблюдаешь за отечественным часовым рынком вообще? Да. Что-то можешь порекомендовать, что тебе самому может нравиться, ну, не то что порекламировать, а вот на что ты лично сам в последнее время, может, смотрел, видел, что тебя заинтересовало не из Чайкина, не из Сухадова, не из вот таких топовых ребят. Ну, нет, вообще, как бы, да, я шучу, что это все мои оптенцы Чайкина, как бы, да, все, что, как бы, здесь происходит на часовом рынке, Чайкин был там, как бы, первый проходец и тот человек, который очень многим показал пример, да, ну, как бы, не сказать о нем я просто не могу, вот. Ну, как и об Антоне Сухане, потому что, ну, правда, классно. Что происходит? Вот из последнего, мне очень понравилось, вот, я посмотрел как раз интервью с Рашидом Цыроевым, вот, очень мне понравилось, я не видел еще часы, но мне очень понравилась его отделка, и мне очень понравился сам Рашид. То есть, видно, добрый, прекрасный человек, такой какой-то, вот, прям, ну, видно, что такой сердечный, прекрасный парень, да, то есть, мне прям захотелось с ним познакомиться, потому что очень интересно, и то, что вот он циферблаты сам делает, вот этот вот трамбляж, это, на самом деле, очень сложно. То есть, это он еще так говорит, ну, я так попробовал этим, стал вот этим сделать, да, он вот так вот, ну, вот это именно его скромность, да, вот, потому что и цена очень скромная, да, но уровень отделки, это, ну, это прям, это очень, то есть, часы такие, там, с такой же отделкой должны стоить, наверное, как, что в два раза дороже. Ну, подожди, не говори ему, да, мы купим сначала. Ну, да, поэтому, как бы это, я, я, вот, вот это вот очень, Александр Нестеренко мне, как раз-таки, недавно были, ну, как недавно, ну, весной, на ножевой выставке Mad Russian Evening, и он там был с кучей часов своих, с кучей на шесть, вот, мне, я познакомился с ним, у меня, как всегда, с собой лупа десятикратная, я говорю, можно, он говорит, конечно, вот, очень, кстати, мне понравились у него корпуса, очень классная у меня стеремка корпуса, вот, если кто-то в руки возьмет, вот, просто обратите внимание на корпус, там, вот, мне очень понравилось, то есть, если мы говорим, вот, это сейчас вот, про что-то такое независимое, кто, вот, делает там, ну, это понятно, да, это все, да, из нового, слушай, первая ракета, которую я захотел купить, Авангард? Это Авангард, да, шикарный циферблатт, один я не понял, да? Настолько все очень, вот, прям, просто ракете, там, Дэвид, и, как всегда, на картинке, ты не понимаешь, вот, там уже плоским кажется, да, 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 ты сможешь объем, видишь вот это все, да, 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 это прям, вот, очень классно, очень классные часы, мне очень понравились, мне нравится вот эта история со Славой, то есть, это вообще, как бы, ты первый, по-моему, кто сделал коллаб с кем-то, с часовыми ребятами, то есть, ну, это, правда, круто, да, то есть, ну, это, то есть, мы сейчас даже не говорим про разный уровень часов, да, понятно, что сложно сравнивать, там, такую или битву и такую, да, но мы говорим о том, что видно, что рынок развивается, то есть, да, коллаборация с блогерами, круто, раньше кто-то мог об этом все придумать, слышать на таком, да, вообще кто-то, ну, на российском рынке, да, 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 сейчас это развивается, да, и я вижу вот это вот развитие, люди какие-то приходят, они начинают увлекаться, ой, что там, что-то, то есть, это круто, я очень рад, Восток, вот, кстати, посмотрел у тебя обзор, или у кого, уже не по-моему, у тебя, да, посмотрел обзор цветные, вот эти вот, пятицвет, да, 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 вот, ты знаешь, мне они понравились внешне, что не понравилась, вот эта вот история, то, что люди, как бы, там, одни цвета вроде как хотели, а было чуть-чуть другое, и вот этот вот ремень, который там, наверное, мне вот сюда, вот такие вещи я отказываюсь понимать, блин, вы, вот, ну, так же классно, вот ты… Да, все же могло быть хорошо, да. Всего лишь нужно, как бы, прошу прощения, не обосраться, это же не так сложно, как бы, да, просто… Это самое сложное. Просто сделать, вот, ну, ну, я, вот это я не понимаю, правда, то есть, неужели не было ни одного человека, который не померил этот ремень, и не сказал, блин, давайте хотя бы найдем, кому он будет впору, да, то есть… Не, может, там кто-то и померился, ну, нормально. Нормально, да. Сложно, да, восток, да, сила. А, ну, там, шутки шутками, да, но я вот это не понимаю, с той точки зрения, мне обидно за восток, потому что люди, которые там вставали в очередь, они этим самым поддерживают, да, они же рублем голосуют, да, в прямом смысле слова, да, мы рублем голосуем, мы вам доверяем, мы вам даем, и вот такой вот… Ну, мне это странно, то есть это какое-то такое, знаешь, пренебрежительное отношение, и я очень надеюсь, что люди, которые в востоке, как бы, да, они, наверное, там, собирают какую-то обратную связь, потому что видно, что они там общаются и с форумчанами, делают лимитки, то есть какое-то взаимодействие идет. Наверное, оно просто пока на каком-то начальном уровне, да, может быть, там кто-то не до конца понимает. Это все, как бы, наверное, со временем должно прийти, может быть, это и будет связано с тем, что еще и сцена на восток поднимется, не знаю. Но мне очень понравилась она внешне, мне очень понравилась вот эта вот оборотная история. В целом я хорошо отношусь, и я считаю, что, ну, наши часы по своей, там, цене, качеству достаточно достойные. И прекрасно, что наши часы развиваются в том числе благодаря мастерам. Да. Вот будешь в свой бренд, вместе с Константином бренд, еще-еще появляются новые. Это прекрасно. Да. Циркиз, спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо, что позвали. Было очень интересно и услышать твою историю, и посмотреть на твои часы. И ждем, когда ты принесешь нам потрогать шахматы. Обязательно. То, что ты сделаешь для себя. Будем смотреть, будем, конечно же, показывать и вам, и временами к нам будут приходить гости. Временами мы читаем ваши комментарии. Парни, что интересного заметили у себя? Слушайте, у меня очень интересный комментарий. Барахло ваш во стол. Даже гарантийный срок не выхаживают. Никогда больше не куплю. Слушайте, я не предлагаю это обсуждать. Действительно, человеку не повезло, скорее всего. Так бывает. Так бывает любыми часами, неважно, в какой ценовом сегменте вы их приобрели. Бывает всякое, бывает страшное, бывает не очень. Но я вот к чему. Если вы не боитесь часов восток, то я зову вас к нам на канал, потому что мы разыгрываем мужика в пузыре. Еще одна интеграция. 15 рублей сейчас придется. 7 июля будем проводить у нас в телеге конкурс по... Как найти телегу? GM Team, да. GM Team. Там все запикано сейчас. В общем, короче, будет не рандомайзер, а мы хотим немножко пооригинальничать. Будет интересный конкурс. Что надо сделать? Смотри, что хочу сказать еще насчет этого конкурса. Главной целью мы не приветствуем... Ой. Главной целью мы не приветствуем. Ваши комментарии. Короче, привлечение новой аудитории у нас не является главной целью. Мы хотим порадовать тех, кто уже с нами. Вот. Поэтому мы делаем это не рандомайзером и не просим ни подписок, ни лайков, ни реакций. Приходите, будет весело. Конкурс открыт для всех. Подписчик, не подписчик, неважно. Но там придется немножко попыхтеть. А что делать надо? Или это секрет? Ой, скоро все увидишь, да. Потому что мы вроде придумали, но сможем ли мы это реализовать? Большой вопрос. Но, в любом случае, мужик в пузыре обязательно найдет своего нового владельца. Точнее, первого своего владельца, потому что они в пленках на гарантии. Так вы же их уже снимали? Ну, мы сняли. Получается, БУ? Скуба дьет. Ну, вот можно это назвать? Но ты надевал на руку? Нет. А, Артур надевал для того, чтобы сфотографировал. А, они в пленках надевали на руку. А, они в пленках. Там браслет в пленках, да. Мы ничего не сняли. То есть, мы просто сделали пару фотографий, чтобы показать, что вот. Я не успел просто посмотреть видос. Вот, ребят, часы есть и часы настоящие. И, что называется, не игры. Ну, тут грань такая. БПУ. Ну, короче. В общем, друзья, всех ждем. Приходите вы тоже поучаствовать. Ну, мы же можем выиграть. Приходите, выигрывайте. Все оплачено. Все куплено. Кстати, Виктор, где моя кружка? Я выиграл у тебя в конкурсе два месяца назад. Опа. А что за кружка? Ну, что, друзья, спасибо, что смотрели это видео. В следующем у нас будет еще один гость. Еще одна подборка часов. Надеемся вас удивить. Не забывайте подписываться на канал, подписываться на каналы парней на всех площадках. Встретимся с вами через некоторое время, ведь временами мы собираемся. Пока-пока. Счастливо. Контузия. Нигерально залетела. Нигерально залетела. Опа. Ура. inhabitavía не зап과 нет? Ну, а за. Вprints.